Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 М99.1 ФН на нашем веб-сайте radio-nvc.com и на нашем YouTube-канале. Наш эфир продолжает программу, которую мы условно назвали «Экскурсия в новую реальность» с Татьяной Минакер. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. В прошлый раз мы остановились в нашей беседе на университете, в котором вы учились. Ну и более широко, может быть, посмотрим на эту, на проблему американского образования. Во-первых, расскажите вашу личную историю, а уже потом поговорим о том, что происходит в образовании в целом. Личная история сказала, что я уже довольно позднем возрасте, когда мои дети уже были почти все взрослые, я решила пойти получить американское образование. Поскольку у меня предыдущий диплом был марксистско-ленинская философия в Ленинградский университет, то, как вы понимаете, мне бы хотелось узнать, что такое американский университет. Я хотела перевести, будем так говорить, я в тот момент писала очень много статей, была довольно известным русскоязычным журналистом, и мне хотелось довести уровень моего английского до уровня моего русского. Это так Набоку сказал в свое время. И я рванулась в Сан-Франциско-стейт-юниверсити, очень удобно, поскольку он рядом совсем с моим домом, и я решила стать фулл-тайм студенткой, то есть полной студенткой, хотя в этот момент у меня шоу-бизнес, продолжал идти бизнес, экскурсионный. Но, тем не менее, поскольку я жила очень близко, и мне не надо было тратить время на дорогу, то все время, которое я на это тратила, это была только учеба. Надо сказать, что меня потряс этот университет, совершенно потряс, но тогда я еще не понимала, куда я попала, потому что вообще в Америке с тот момент существовало три невероятно, скажем, таких антиизраильских, антисемитских, прямо скажем, университета. А как раз этот университет в Сан-Франциско, куда я попала, государственный, он был местом, где учились почти все лидеры палестинского сопротивления. Ну, вот это одна особенность этого университета. И почему он таким мог стать, я расскажу дополнительно. Дело просто в том, что вторая вещь, которая меня совершенно там потрясла, это был коммунизм. Вы понимаете, вот это очень смешно, потому что я пришла туда с дипломом, то, что в Америке называется MA в марсистско-ленинской философии. Я ее никогда не преподавала, но знала прилично. И когда я увидела, что идет практически полная, так сказать, пропаганда тех же коммунистических идей, которые я получила в Советском Союзе на этом философском факультете, но она идет с гораздо большей страстью, потому что тогда, когда мы там учились, я закончила там где-то в 71-72 году, там уже все понимали, что это полный бред. И они, так сказать, отбивались, произносили там торжественные слова, а потом там учили, преподавали, что могли. А здесь это, понимаете, была, так сказать, страстная совершенно пропаганда новообращенных зелотов таких, которые практически делали все, чтобы донести вот эти свои идеи, что это были за идеи, кроме, так сказать, марксизма. Это была та же самая ненависть к Америке, ненависть к капитализму, попытки доказать, что только светлое социалистическое будущее. А самое смешное, вы понимаете, что я-то была отказником еще перед этим 10 лет и с огромным трудом унесла ноги из Советского Союза, а передо мной стоит преподавательница, которая мне рассказывает о том, какой рай в Советском Союзе. И я тут сижу, которая прекрасно знает и написала миллион статей, чтобы не то, что там никакого рая не было, а что, так сказать, даже в самые лучшие годы для огромного количества людей, не говоря уже о женщинах, которые были там и с детьми, и все это в коммунальных квартирах, что это был настоящий ад для многих. Возьмите хотя бы просто элементарное отсутствие анестезии в зубных кабинетах в тот момент, когда я уезжала, так оно и было. Я уже не говорю про отсутствие анестезии во время абортов и прочее. И вот стоит взрослая женщина передо мной, которая рассказывает, что вот какой вообще, так сказать, социалистический рай Советский Союз, и сижу тут я, которая потратила 12 лет, чтобы из него выбраться, 10 лет в отказе, и уже не говорю про то, что я многие годы печатала документы отъезжающим и видела, что творится, вообще как трудно выбраться было из этой западни. И вот, понимаете, и она была далеко не одна, там почти каждый второй класс был такой. Вы понимаете, я долго пыталась понять, что происходит, изучала этот вопрос, и я поняла одну очень интересную вещь. Ну, вы все знаете, что я очень, те, кто читал мои статьи, что я невероятный сионист, националист еврейский и так далее, и так далее, и что антисемитизм меня обвинить трудно. Но вы понимаете, какая вещь? То есть, когда я стала это изучать, дело в том, что, во-первых, 90% преподавателей, которые несли весь этот бред, были евреями. Вот это было самое для меня ужасное. Причем, вы понимаете, там была такая дама Дибора Герсон, которая мало того, что она была коммунисткой, обращалась к своим там коллегам, товарищ Робертсон, товарищ Смит, комрад Робертсон, то есть я такого нигде не слышала даже. То есть она жила в каком-то воображаемом коммунистическом мире. Более того, она представляла Jewish Voice for Peace, и она организовывала там все вот эти антиизраильские демонстрации и антиизраильские представления. То есть она возила палестинцев с университета в университет, доказывала, так сказать, давала им возможность выступить, задавая им вопросы вообще, так сказать, всякие провокационные. И вы знаете, когда выходил несчастный палестинец, он даже не знал, что ему говорить, потом он говорит. А вы знаете, вот нам раньше 120 тысяч палестинцев пускали в Израиль, а сейчас пускают на работу только 1200. Но я тут встала и говорю, вы знаете, вы должны выбрать удовольствие, которое вы хотите, либо работать у евреев, либо их убивать. Вы не можете иметь два удовольствия сразу. Но эта сволочь вызывает на меня security, понимаете, ну и так далее. То есть она практически делала все, чтобы меня с университета выгнать. То есть вы знаете, это очень, так сказать, поразительная история, но она отражает как капли воды все, что там происходит сейчас в американских университетах. Почему, возвращаясь опять же к евреям? Дело все в том, что когда наши, условно говоря, дедушки и бабушки, или даже прадедушки и прабабушки, бросили иудаизм и попали в социализм, условно говоря, конвертировались и боролись за революцию, за светлое будущее, то их двоюродные братья и сестры уехали в Америку. Но наши дедушки и бабушки добились своего, они добились этой революции и получили по полной программе. А американские, так сказать, кузены их, они ничего здесь добиться не могли, потому что здесь была очень мощная, глубоко, так сказать, религиозная христианская община, которой весь этот бред тогда не воспринимался, которая не воспринимала этого бреда тогда. Но насколько в основном евреи из Российской империи было 2,5 миллиона человек, они уехали полностью зараженной идеей социализма и полным желанием перестать быть евреями. Вы знаете, гавань, вот этот харбор Нью-Йорка перед островом Элислай, люди рассказывали, что там плавали талисы, потому что люди, подъезжая к Нью-Йорку, выбрасывали все, так сказать, предметы еврейской обиходы, чтобы перестать быть евреями. И вот это была катастрофа, потому что очень многие из этих людей, они сами того не осознавая, они конвертировались в, в общем-то, пеганистскую ересь, которая называется марксизм, и которую мы все очень хорошо знали в Советском Союзе, поскольку кроме нее там уже ничего не было. А здесь они все-таки имели возможность оставаться евреями, имели возможность, так сказать, соблюдать законы и следовать им, но, вы знаете, как говорится, соблазн тяжелый, и они все рванулись вот в этот социализм. Ну, вы все знаете историю жуткую совершенно в 30-х годах, когда огромная группа американских евреев поехала строить социализм Советской России, что с ними там стало, то есть я с их вдовами встречалась, то есть там все мужчины почти погибли в ГУЛАГе или были расстреляны, вдовы там выжили в ссылках к Казахстане в Сибири, и потом, значит, когда уже началась еврейская эмиграция, приползли в Бруклина и там целовали тротуары. Понимаете, и, к сожалению, вот это совершенно заражение социализмом, совершенно страшное, оно так и осталось, и они его передавали своим детям. И яркий пример – это Берни Сандерс, когда я его слушаю, вы знаете, это просто варшавский еврей 1905 года. И вы знаете, что самое ужасное, что когда он получил номинацию от демократической партии до президента, вот этот коммунист реальный, понимаете, то я поняла, что Америка, в общем, на грани пропасти. И вот это все идет из университетов. Значит, в 1944 году президент Розвельд подписал так называемый GI Bill. Поэтому закону, это закон, который, ну, как бы помогал трудоустраивать вернувшихся с войны, по этому закону они все получили право на стипендию на учебу в университетах, в колледжах и так далее. Ну, много других там льгот, включая там моргиджи, там всякие суды и прочее. Но вот это очень важная льгота, потому что 49% после войны тех, кто поступал в университеты, это были люди, которые поступали по этому GI Bill, по этому новому закону Розвельта. И за них платило государство, и количество студенческих мест увеличилось вдвое, втрое. Там огромное было какое-то увеличение. И вот после войны наступила невероятная нужда преподавателях университетов. Невероятная совершенно. Ну, естественно, евреи, как люди, владеющие словом лучше других, и образованно, и все, они пошли преподавать. И пошли преподавать со своими социалистическими идеями, которыми они были поголовно заражены. И это очень хорошо отметила в своих работах Айн Рэнд, потому что они как раз и создавали вот эту невероятную атмосферу ненависти к капитализму, не к Америке вначале, вообще вот эта идея социализма, социализм хороший, капитализм плохой, которая постепенно начала перерастать в ненависть к Америке, как к капиталистической стране. И вот это очень странно, потому что евреи, которые приехали, скажем, в 1903-1905 году, они обожали Америку. Вспомните, что все песни, которые были написаны тем же Эррином Берлином, «God bless America», вы знаете, это было невероятно, Голливуд обожал Америку, Голливуд был создан практически евреями из Российской империи полностью, там был только один немецкий еврей. И вы знаете, вот это все постепенно начинает перерастать в ненависть к капитализму, а за ним, естественно, в ненависть к Америке, как к жопилу капитализма. Вот я могу вам только одно сказать, что это дико трагично, потому что мы посылаем своих детей год за годом за огромные деньги в университеты, где им промывают мозги и учат их ненавидеть ту самую страну, которая нам дала убежище от того самого социализма, который они сейчас пытаются строить. И вот это полная катастрофа, потому что мы платим за это огромные деньги, наши дети берут суды студенческие. Не забывайте, что даже на факультетах таких, как компьютер-сайенс, химия-физика, там все равно идет два года общеобразовательных предметов. American Government, Social Science, социальные науки. И вот эти все, даже такие, как те, кто занимаются компьютерами, они все равно получают свою дозу, эту прививку, совершенно страшно отравленную социализмом и ненавистью к Америке. Как вы думаете, почему сегодня Google, Facebook, Instagram, почему все эти компании, они фактически занимаются тем, что они давят республиканцев, что они продвигают опять те же марксистские идеи. Там не все такие, но достаточно ядро таких вот, понимаете, фанатов, которые никому не дают жить и заставляют вытворять эту компанию все, что угодно. Я знаю, что, например, в Фейсбуке была забастовка этих вот марксистов, скажем там, новомарксистов, потому что Цукерберг там что-то сделал не очень с их точки зрения левое, не очень социалистическое. Понимаете? То есть нельзя даже таких, как Цукерберг, и обвинять, потому что у него собственная компания, как и в Google, вот все эти фанаты молодые, потому что я училась с 2002 по 2007 год. То есть те, кто сегодня ведет вот эти технологические компании в Силиконовой долине, они все практически учились в то время вместе. Со мной им было по 18-20 лет, и сегодня они вот с этими промытыми мозгами имеют невероятную власть через свои технологические платформы, потому что, если они могли даже заткнуть рот президенту Трампу, закрыв его Twitter-аккаунт, то можете себе представить, какая у них в руках власть. А мозги-то у них промыты, они не соображают, что они делают. Понимаете? И вот здесь все это очень страшно еще по одной причине. Вы понимаете, я, опять же, выгляжу как антисемитка, это раз, а второе, я выгляжу как человек, который ненавидит образование. Хотя у меня три поколения в семье, уже мой дедушка был хирургом, окончил сармонну, и мама, и все родители кончили институты, и у меня два университетских образования, советское и американское. Но при этом я думаю, что сегодня мало кто так ненавидит американскую профессуру и американских преподавателей. Потому что как раз именно потому, что я их хорошо знаю, потому что я училась уже во взрослом возрасте и с ужасом смотрела, мне было 50 лет. У меня уже старший сын закончил high school, дочка вообще уже уехала, а младшим сыном уже заканчивал тоже школу. И вы понимаете, я была взрослый человек, прошедший бизнес, прошедший выживание в Америке, мать-одиночка. И я фактически смотрю на этих идиотов старых, полностью седых детей, которые никогда в жизни ничего не видели. Вы понимаете, там половина была старых хиппи. И более того, я могу сказать, ужас весь в том, что понимаете, что с ними происходит. Тут он сидит студентом в классе, он видит, так сказать, стол преподавателя, доску идет в библиотеку. Потом он становится ассистентом, он тоже сидит в классе, он видит библиотеку, тот же стол, тот же класс. Потом он становится профессором. Вы понимаете, ужас в том, что у них ни у кого нет малейшей капли жизненного опыта. Понимаете, более того, поскольку для того, чтобы получить те, там, защитить эти диссертации, особенно по социальным, всяким наукам и так далее, надо прочесть миллион книг. Понимаете, в Америке чтение книг, когда вы сидите, уткнувшись в книгу, а вокруг происходит жизнь, и вы в ней не участвуете, у вас не накапливается опыта того, что называется сцепление с реальностью. Вы знаете, вот мне так странно повезло, что я в бизнес попала, вынуждена была попасть в бизнес. Так получилось. И вы знаете, это настолько другая реальность, что никому это не понять, а те, кто там не был. Понимаете, как сказала моя дочка один раз, мама, ты никогда в корпоративном мире не работала, ты не знаешь, что это такое. Так вот я могу сказать, что очень трудно людям объяснить, которые не занимались бизнесом, которые не платили тем, кто на вас работает, которые не оплачивали материалы, которые с ужасом не думали, что надо платить налоги. Им просто трудно понять. И вот представляете, здесь имеется огромная группа профессоров, преподавателей университетов, которые думают, что они все знают о жизни, они ничего о ней не знают. Они знают только книги. Но вы понимаете, одно дело врач, который оперирует, или врач, который читал о том, как оперировать. Вы его допустите к больному? Никогда в жизни. Понимаете? Он сначала на трупах должен научиться резать их. Понимаете? А если он никогда в скальпеле не брал? Как вы можете по его... А потом он будет, сядет и будет вам писать руководство о том, как вести кирургическую операцию. Или вы можете себе представить человека, который никогда в жизни не водил машину, что-то почитал об этом, а потом он пишет мэниел, то есть он пишет руководство, как вести машину. Вот это то, что сегодня происходит в Америке. Вы понимаете, что все эти старые идиоты, мало того, что они сами идиоты, и испортили себе большинство из них, это люди с совершенно разрушенными жизнями. Я очень многих их знаю. Самое главное, что они очень хорошие люди. У меня много друзей среди них, причем свит. Очень хорошие, добрые люди, которые что-то такое тонкие, но они идиоты. Понимаете, они ничего не понимают в жизни. И вы понимаете, они строят какие-то химеры, они думают, что социализм, равенство. Они не понимают, поскольку у большинства этих вообще детей нет, они не способны их ни семьи содержать, они головой, понимаете, в книге, в какие-то иллюзии. И потом, понимаете, такой образ жизни он развращает. Вы знаете, я вам хочу сказать, что когда я сравнивала загруженность человека, который в бизнесе, у меня много знакомых в бизнесе работает, люди по пять лет в отпуск не ходят. Они работают с саванной лавы, они по 11 часов в день. И сравните это, особенно я плохо знаю, прямо скажу, преподаватели технических дисциплин, но преподаватели гуманитарных дисциплин, это, понимаете, это дом отдыха за счет налогоплательщика. Потому что 12 часов, я знаю, 12 часов лекторских часов у вас в неделю. Значит, повторяют они каждый год одну и ту же программу. То есть, уже первый год они еще готовятся, второй год уже можно прямо так идти, что называется. У них несколько часов приема студентов. То есть, они еще могут книги писать дополнительно. В общем, понимаете, это люди, у которых нет представления о том, как живут другие. Но они всех учат. Они учат всех, как жить. Люди, которые сами не жили никогда. Я вам говорю, что я просто по статистике знаю, что огромного числа из них нет семей. Они не в состоянии, даже ли они их заводят, они их не в состоянии поддержать, либо они их вообще не имеют. Детей у них нет. Либо эти дети разбросаны по каким-то штатам, либо это пять жен, либо ни одной. Понимаете? И вот такие люди берутся учить всех. А учат чему? Поскольку они несчастные, они лузеры, то есть, они в этой жизни ничего не добились. Они выходят, они смотрят, что у соседа, у которого там пламя бизнес, у него мерседес, и что у него яхта, там лодка, и у него дом в три этажа, а у него ничего. Я могу сказать, что когда мне мой сын, например, тут дело я сейчас говорю не только уже о профессорах университетов, но и преподавателях. Хай-скул, то есть в старших классах, когда мне мой сын сказал, что вот его преподавательница в школе говорит вот то-то, то-то и то-то, я сказала, Даня, скажи мне, пожалуйста, она лохматая, седая, с некрашенными волосами, со спущенными чулками, и ездит на машине типа Volkswagen, заклеенный всякими идиотскими наклейками, и машина еле ходит. Он мне сказал, мама, ты что, ее знаешь, ты ее видела? Я говорю, нет, не видела, я просто знаю, вот если она это говорит, значит, она так и выглядит. Вы знаете, я даже обратила внимание, что в университете, где я училась, я даже написала там про одного преподавателя, что если бы я его не знала, что он преподаватель, я бы думала, что это холмлес, бездомный, который случайно забрел в университет шлепанцев, с грязными ногтями, которых он никогда не стриг и не чистил, лицо алкоголика, и я вот стою около его класса и слушаю, что он несет. И вот он несет такой текст, что вообще Америка это жуткая страна, которая вообще разбогатела только на том, что она Европу после войны там обслуживала, содержала и так далее. Ему в голову не приходит, что все, что сегодня создано в мире, создано Америкой, что компьютер, на котором он сидит, это американский, чип американский, интернет американский, все американское, телефон у него в руке американский, джинсы он даже не одел, он в каких-то трусах ходит. А были бы джинсы, они бы тоже были американские. Понимаете? И вот он сидит, этот идиот старый, и мы платим деньги ему, чтобы он учил наших детей. Вы понимаете, в чем весь ужас? Более того, я уже как экскурсовод, я делаю экскурсии по Стэнфорду, по Стэнфордскому университету, и я иногда там останавливаюсь с группами летом, когда окна открыты, там на первом этаже, очень много классов на первом этаже, я просто слушаю, что говорят преподаватели. Вы знаете, это счастье, что я с туристической группой, потому что, если бы я была одна, я просто зашла бы в этот класс и сказала бы этому ублюдку все, что я о нем думаю. Потому что он стоит, и опять евреи, что интересно, я прекрасно вижу это лицо, он стоит и рассказывает о том, какой ужас, какая страшная капиталистическая Америка, что вот люди бездомные на улицах. Слушай, старый идиот, а что ты думаешь, они, почему на улицах-то? Потому что у них тут есть, в Сан-Франциско я могу экскурсию провести по местам обслуживания бездомных, приезжайте. Там клиника для бездомных лучше, чем клиника у меня по иншурансу. Три раза я ходила в эти столовые с журналистами, специально мы проверяли. Ланч, который вы купите за 15-20 долларов, прекрасный совершенно, но на ужин мне уже в очереди стоять не хотелось, но вас никто не спрашивает, кто вы и что вы. Столовая на 500 мест, специальные места, где вы можете прийти, посмотреть телевизор, попить кофе. То есть, вы знаете, им раздают иглы, то есть, только на гигантские, сумасшедшие деньги, заработанные американскими компаниями, можно содержать такое количество бездомных и бездельников. Вы знаете, они совсем не глупые люди. Я иногда смотрю, что они читают, сидят на лужайках, они читают Достоевского иногда, понимаете, на английском языке. И вполне могут такой человек поднять свою задницу и найти себе работу. Но им не нужно, они иногда стоят с вывеской, буду работать там, чего-то такое, к ним подходишь и говоришь, не хочешь окна помыть, никаких окон, ничего не надо. Так вот, этот профессор университета в Стэнфорде рассказывает, какая ужасная Америка, потому что хомлис на улице. Да они бы нигде не выжили в другой стране. Они бы подохли от мороза на улице или бы с голоду подохли. А здесь их содержат. Поэтому они едут сюда, в Сан-Франциско, со всей Америки. Возвращаемся, опять же, к университету. Последнее, что я хочу сказать, это то, что самые большие лузеры это преподаватели журналистики. Я часть времени провела на факультете журналистики. Вы понимаете, это люди, которые не смогли заработать с журнализмом все на жизнь. Они пошли учить. Как говорят американцы, those who cannot do, teach. Те, кто не могут делать, те учат. Так вот, они ненавидят Америку больше всех, потому вся наша медиа сегодня, все вот эти CNN, MSNBC, все эти каналы наполнены журналистами, которые выучены вот такими профессорами, ненавидящими капитализм, ненавидящими Америку, и мечтающими о социализме. И вот это сегодня страшная совершенно идеологическая сила, с которой надо очень серьезно бороться. К сожалению, они свои идеи начинают прививать детям уже в начальных классах, в начальных школах. То есть, если раньше в школах как бы не принято, я не знаю, насколько это верно, но считалось, что не принято было привносить политику во всяком случае в школу, там, где дети. По-моему, на сегодняшний день ситуация кардинальным образом изменилась. Кардинально. Татьяна, мы должны сделать небольшой перерыв, буквально несколько минут, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. И я обращаюсь к нашим радиослушателям, если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. возвращаемся в программу, которую мы условно назвали «Экскурсия в новую реальность» с Татьяной Минакер. Но на самом деле мы не случайно применили слово «экскурсия», потому что Татьяна много лет, я так полагаю, занималась и этим бизнесом, экскурсиями по Калифорнии. Это, на самом деле, очень интересно. Я думаю, что, несмотря на то, что сейчас происходит в Калифорнии, вот со всей этой грязью, с бездомными, там достаточно много интересных мест. Татьяна, мы к этому обязательно еще вернемся, пока давайте попробуем пообщаться с нашими радиослушателями. Не возражаете? Пожалуйста. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам задам вопрос вашей гости, Татьяне. Во-первых, большое спасибо вам за передачу. Послушать умного человека очень приятно, как бальзам на душу. Я тоже приехал в Советский Союз давно еще, в 90-м году, от коммунистического рая. И тут русскоязычные, которые поприезжали к Тойщу, есть бывшие комсомольцы, коммуняки, тоже точно так, такие, как говорится, профессора и прочие американцы, которые тут родились. Дай Бог вам здоровья и вашей семье, чтобы таких людей было. У меня вопрос, как всю эту шваль нейтрализовать? Вы знаете, сегодня мы находимся в ситуации оккупированной, как на оккупированной территории. И вы знаете, я вспоминаю, если вы помните, после полного разгрома иудеи и взятия Иерусалима римлянами, осталась только одна иудейская школа, которую римляне позволили. И вот из этой школы выросло все сегодняшнее еврейство. Вы знаете, мы должны все-таки сидеть со своими детьми, читать им книги и объяснять. Это самое главное. Причем с детьми начиная с трех лет. Потому что уже в пять лет их уже промывают. Понимаете, то есть им объясняют, что если она девочка, то она, это не значит, что она девочка, она может выбрать себе быть мальчиком. Или там еще что-нибудь такое, что все полицейские плохие, потому что они убивают черных. Вот вы знаете, надо у детей получать интеллектуальный авторитет. Чтобы они уже понимали, что создавать им какую-то систему взглядов, которая соответствует вашей. Наша трагедия эмиграции в том, что мы поверили в американскую систему образования, думали, что там не будет промывки мозгов, мы бросили все в бизнес, финансовое выживание, построили дома, построили сумасшедшие бизнесы, открыли компании, мы работали как лошади все эти годы. И мы не подумали, что мы должны были лучше, меньше заработать, но проводить каждый вечер со своими детьми, а не приходить с работы падать спать. И вот это, конечно, мы не знали, это не наша вина, это наша беда. Понимаете? Поэтому, что я могу сейчас сказать? Вот так же, как эта мудическая школа после разгрома Иудеи, мы должны заниматься со своими детьми, мы должны читать им нормальные книги, даже того же доктора Сюза, которого сейчас пытаются запретить, там несколько его книг, потому что они им показались российскими. Надо читать детям, надо читать хорошие книги, быть с ними, и чтобы возникал общий голос у вас и у вашего внука, ребенка, вот этого, чтобы у вас общее понимание было и одни и те же слова. Тогда потом вы сможете им реальность объяснить этими словами. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день. Слушаем вас. Сорвался звонок. Хорошо, перезвоните 847-400-5200. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемая Татьяна, вот как вы считаете, почему так получилось, что основная масса американских евреев пошла по, так сказать, по левой стороне дороги, бодро идет коммунизм. И вот почему-то именно водораздел прошел по религии, по если человек ортодоксальный, они идут, они считают, что правое дело, так сказать, консервативные идеи, это правильно. А если они реформированы или продвинуты или там какие-то там еще, то это все, это уже конец, и они все за коммунизм. Почему это так получается? Вы знаете, вся история человечества это история религиозных движений в первую очередь и история ересей. Вы знаете, нам вот кажется, что вот сейчас вот этот коммунизм, он там первый раз в жизни возник, ничего подобного. До Макса были еще другие еврейские ереси, такие, например, как саботианство, когда там один еврей саботайц объявился о мессии и совратил не только евреев, но еще половину атаманской империи. Точно так же, но тогда султан его арестовал, посадил в крепость и заставил принять ислам перед смертью, в этой крепости он и умер. Но Макса, к сожалению, никто не арестовал, он просто уехал из Германии в Лондон, где преспокойно жил на задержании у Энгельса и писал свои книги и всю эту ересь, которую восприняли евреи, потому что евреи угнетенные были в тот период очень тяжело, жили в чудовищных условиях, перенаселение, черта седлости, особенно русское еврейство, да и немецкое еврейство в жутком положении находилось. Понимаете, конечно, они искали какой-то выход, потому что в тот момент религия не помогала улучшить свое состояние. Вы знаете, например, в Германии в 1840-х годах было невероятное количество самоубийств среди молодых евреев, потому что им практически не давали ни работать, ни жениться, не разрешали. И именно поэтому в 1840-х годах такой был колоссальный выброс евреев из Германии в Калифорнию, в Америку. То же самое реально происходило и в царской России. Это была империя, где была черта седлости, и времени разрешали ни учиться ехать, ни какие-то профессии принимать, которые другие имели право. Условно говоря, мой дедушка должен был уехать во Францию учиться, потому что никаких шансов учиться у него в России не было. Естественно, что люди искали какой-то выход, какой-то идеологии, понимаете. И очень многие из них бросились в социализм, потому что социализм, во-первых, обещал им равенство. Они были угнетены и к парям относились практически. Понимаете, они искали этого равенства в этом социализме, потому что социализм всех уравнивал. Вот они были унижены, нищие, страшные, в страшных условиях жили, были лишены элементарных прав, элементарных совершенно. Я могу вам просто привести пример, что в 1913 году в Петербурге выселили целый ряд еврейских девушек, которые по билету проституток жили там, но они не были проститутками, они так оформились просто, им учиться надо было, они хотели учиться на медицинском факультете. А полиция узнала, что они не исполняют свои проститутские обязанности и выселила их из Петербурга. Об этом даже газеты петербургские писали. То есть вы понимаете, в каком ужасном положении находилось еврейство, даже российское. Естественно, что они не видели никакой помощи в религии, они искали какой-то способ выхода из того ужасного положения, в котором они находились. И поэтому вот эта ересь социализма была настолько привлекательна, потому что было слово равенство. И я совершенно не удивляюсь тому, что вот они несли этот социализм, эти идеи равенства вместе с собой, они привезли их в Америку, понимаете. Сегодня две трети американских евреев являются нерелигиозными, являются социалистами практически в той или иной форме. Даже те, кто ходит как бы в синагогу, это уже социальные клубы. И что интересно, ведь Маркс говорил, что религия это опиум для народа. Моментально, как только вы начинаете увлекаться социализмом, вы уже начинаете увлекаться атеизмом. То есть это социализм и ортодоксальный иудаизм совершенно вещи абсолютно несовместимые. Абсолютно несовместимые. Потому что если вы элементарно возьмете коммунистический манифест и положите его слева, а справа положите десять заповедей, вы увидите, что они абсолютно противоположны друг другу. что либо левое, либо правое. Это невозможно вместе делать. Понимаете? Поэтому это катастрофа, что евреи выход нашли в этой ереси. Это понятно, почему, но, понимаете, это не тот выход, который надо было искать. Ну, понятно, это было причиной, скажем, в 20 веке. Были основания, было нечто, что подтолкнуло их к левому движению. Это действительно так, это объяснимо. Но то, что происходит сейчас, или это такая уже традиция, причем я разговаривал с некоторыми, вот, скажем, в частности, во время выборов 16-го года, разговариваю с одной женщиной, я говорю, ну, вот, два кандидата, есть Трамп, есть Хиллари Клинтон, она говорит, ну, да, конечно, Хиллари Клинтон, она такая криминальная, она такая-такая, но мы все время, вся моя семья испокон веков голосовала за демократов, поэтому, как-то уже я не могу себе позволить, не знаю, вот мы традиционно голосуем за демократов. Вы понимаете, что обычно ментальность отстает от реальности, всегда, иногда на целое поколение, понимаете, и вот эти евреи, которые всегда голосовали за демократов, они, когда сюда приехали, вы знаете, они тоже здесь встретили антисемитизм, вы знаете, они видели антисемитизм здесь, конечно, не такой, как он был в царской России, скажем так, то есть, они могли селиться, условно говоря, где могли и так далее, но все равно куда-то их не пускали, где-то их оскорбляли, где-то какие-то, ну, вы поймите, что вопрос, ведь антисемитизм здесь тоже был на вопрос в градусе антисемитизма, понимаете, но они все равно, поскольку они не видали очень страшного антисемитизма, то их тот антисемитизм, который был справа, условно говоря, справа христианской, евангелистской стороны там церкви, он их оскорблял и очень, так сказать, им неприятно это было, и они видели в них своих врагов, понимаете, вот этот очень важный момент, они видели врагов и они тоже, именно поэтому это одна из причин, по которой они так хотели это общество, вот как бы построенное на вот этом, они хотели его уничтожить и создать более для них справедливое, понимаете, и вот это тоже катастрофа, потому что на самом деле нет более справедливого общества, чем того, которое на Judeo Christian Values, на еврейско-христианских ценностях, которые на Библии, на самом деле это самое справедливое общество. Вы абсолютно правы, то, что было в 20 веке, это действительно так, они столкнулись с антисемитизмом здесь, и понятно, что, почему они избрали именно этот путь, но я еще раз говорю, то, что происходит сейчас, скажем, откровенный антисемитизм в демократической партии не отрезвляет, ну, массы евреев, которые голосуют за демократов, или они уже настолько переродились, то есть, опять мы можем, так сказать, удариться в определение, кого считать евреем, кого не считать евреем, кто-то скажет, что люди, которые придерживаются религиозных традиций, вот они действительно евреи, а те, которые носят фамилию еврейскую, при этом для них на первом месте прогрессивные идеи, а скажем, иудаизм или Израиль, это там 108 в очереди, 108 в очереди, может быть так, но... Вы знаете, иудаизм говорит, что еврей определяется тремя вещами, это любовь к Торе, это любовь к Израилю, вот к этому священному государству, священной стране, символу еврейства, и любовь к еврейскому народу, вот эти три вещи определяют еврея, понимаете, на сегодняшний день среди христиан, если определять таким образом, гораздо больше евреев, чем среди евреев, понимаете, потому что они читают Ветхий Завет, они помогают государству Израиля, христиане за Израиль, это колоссальное движение совершенно, вот, и они хорошо относятся к евреям, чего нельзя сказать о самих евреях, потому что, если вы возьмете, например, поведение, как таких газет, как New York Times во время Второй мировой войны, или поведение вот этих голливудских могулов, которые ездили с фильмами на цензуру, в насыстское консульство, где им там выбрасывали еврейских сценаристов, выбрасывали еврейских актеров, еврейских режиссеров, и они поджав хоз возвращались и все это вырезали, меняли, и продавали потом этот фильм в Германию, понимаете, а это были люди, которые это делали, были сами евреи, понимаете, поэтому, понимаете, КАПО были везде, всегда, это раз, а потом еврейство, вот те евреи, которые мы сегодня называем евреями, которые как бы ходят в синагогу, им плевать на Израиль, абсолютно на плевать, для них это какая-то страна, они с большим интересом там куда-нибудь поедут на Джамайку отдыхать, большинство из них, 70% из них там никогда не было и никогда не будет, и никого у них там нет, у нас, особенно первое поколение, вот здесь эмиграции Советского Союза, мы все там имеем друзей и родственников, у нас сердце болит за эту страну, второе, те американские евреи, с которыми я имела дело в университете, какая Тора, о чем вы говорите, они атеисты, озверевшие совершенно, я таких сумасшедших коммунистов, фанатиков даже в Ленинградском университете на философском факультете не видела, у нас там была одна сумасшедшая преподавательница научного коммунизма, еврейка, так ее все русские боялись, такая она была сумасшедшая, то же самое и здесь, понимаете, вот эти полусумасшедшие евреи, которые, так сказать, ушли от иудаизма, а Тора, это в общем-то, вы знаете, вот как вам сказать, она якорь определенный, она определенный якорь и психологический, и в смысле образа жизни для евреев, и когда они ее оставляют, они превращаются просто, знаете, как корабль, который брошен в океане на все ветра, и шансов у этого корабля выстоит никаких нет, понимаете, и вот это катастрофа, потому что обычно такие евреи, они приглашают холокаст на себя. И еще одна тема, ну, понятно, с американцами, которые родились здесь, которые прожили всю жизнь здесь, не хлебнули лихо, не, так сказать, не вкусили всей прелести социалистического рая, отчасти это как-то объясняет их поведение и так далее, но вот скажем, люди, которые приехали из Советского Союза, которые поддерживают демократическую партию, начинается дискуссия, типа, это какой социализм? Демократы, это не социалисты, социализм они не строят, они точно знают определение, техническое определение социализма, что собственность на средство производства принадлежит государству и так далее. То есть, как бы для них вот это определение они берут и говорят, что нет, все, демократы к социализму не имеют никакого. Не важно, не важно под каким соусом, под каким названием происходит кардинальное изменение страны, но то, что демократы говорят, или во всяком случае, академия говорит, что капитализм это плохо, внушает им. Во-вторых, все эти идеи, как мне кажется, коммунистические, социалистические идеи, современными левыми используются с одной, они не верят в эти идеи, они их используют с одной единственной целью захватить власть. Причем, но еще существует идея, которую они разделяют, это некое такое глобальное правительство, некое надгосударственное, никаких границ, никаких национальностей, то есть, такой глобализм. Вот идеи, марксистские идеи, они используются с единственной целью, то есть, эти лозунги, они хорошо ложатся на слух определенной, значительной части населения, особенно молодежи, и, еще раз говорю, они используют эти идеи с одной единственной целью захватить власть и никогда с ней не расставаться. Давайте попробуем принять звонок, может быть, что-то интересного будет. Добрый день. Добрый день. Вы тут обвиняете евреев неортодоксов, а реформистов, что они не евреи. Если вы такие евреи, если вы так волнуетесь об Израиле, почему вы не поехали в Израиль? Вы задаете этот вопрос лично мне? Да. Я могу вам ответить. Я сидела 10 лет в отказе и вывозила семью по частям к эффективным бракам. Если бы я была в Израиле, по которой в тот момент не имел дипломатических отношений с Советским Союзом, мне бы ничего не удалось сделать. Я бы еще сегодня там сидела. Только через Америку я могла это сделать. У меня к вам вопрос. Вы так ненавидите капиталистическую систему? Почему же вы так... Я абсолютно не выступаю против капиталистической Вы выступаете против. Но я же вас не первый раз слышу. Вы все время выступаете тех, кто отстаивает консервативные ценности, основы капитализма. Вы все время как бы... Ну вот, вы больше согласны с идеями левыми, поддерживаете демократическую партию, все время ругаете республиканскую партию. У меня к вам вопрос. Почему вы оказались здесь? Ведь есть достаточно стран, ну, может быть, по пальцам пересчитать, где идеи, которые вам более близки, они реализованы на практике. Почему вы не осели там, а приехали в эту проклятую российскую капиталистическую страну и при этом пытаетесь как-то изменить под свои левые идеи? От меня какое-нибудь оскорбление? Ну, я же вас тоже не оскорбляю, я... просто... Ну, вы не первый раз звоните, я знаю ваши вопросы, я знаю ваши, так сказать, устремления. Сергей, пока ваш гость подумает там с ответом, давайте вернемся. помогу вам ответить, потому что я знаю очень много таких людей, как ваш сейчас человек, звонящий на студию. Огромное количество иммигрантов из Советского Союза уехало, не поняв ни откуда они уехали, никуда они едут. Понимаете, это было массовое передвижение, вот то, что называли колбасной эмиграцией. Когда там самолеты угоняли идеалисты еврейские там из Ленинграда, когда люди перебегали границу, там, когда они рисковали всем, рисковали никогда. дорогая, вы знаете, у нас времени остается две минуты, я бы хотел, чтобы мы вернулись к экскурсиям, у нас времени не будет. Скажите, открывается постепенно Калифорния, можно приезжать туда, можно попасть на экскурсию с вами, чтобы послушать, посмотри, я в Калифорнии, кстати, ни разу не был. Вы знаете, Калифорния безумно красивый штат, она открывается, и вы знаете, уже открылась, но я могу обеспечить, поскольку я частный экскурсовод, я делаю частные экскурсии, я очень редко работаю на группы, хотя я начинала с этого еще в 74-м году, я, кстати говоря, единственный экскурсовод в Калифорнии, который работал в штате Ленинградского городского экскурсионного бюро, который имеет два университетских образования, и что я еще имею, что никто не имеет, у меня коммерческий драйверс лайсенс, то есть у меня водительские права автобус, автобусника, понимаете, вот, я уже не говорю, что у меня опубликован миллион статей на русском и на английском, вот, а, что я еще хочу сказать, что я обеспечиваю полную безопасность от заразы, потому что я сажаю вас в микроавтобус, где будет только одна ваша семья, и больше никого не будет, я обеспечиваю эти экскурсии, вы можете меня найти на моем веб-сайте travelart.center, я не знаю, тут видно или нет, название я пыталась написать, но это было направо. travelart.center travelart.center это веб-сайт, а по e-mail travelart тоже, название компании travelart, очень легко, travel искусство, одним словом, travelart, это hotmail.com, вот, так что я приглашаю, пожалуйста, приезжайте, на экскурсии, я даже могу вас обеспечить жильем очень хорошим, квартиры с видом на океан, которая будет вам стоить дешевле, чем гостиница. Замечательно. Так что, милости прошу, вот, я уже не говорю, что вы получите супер профессиональную экскурсию, к сожалению, очень много людей сегодня пытаются быть экскурсоводами, не потому, что они хотят профессионалов, а просто потому, что ничего другого не получилось. Я профессиональный экскурсовод, я была экскурсоводом с 25 лет. Татьяна, огромное спасибо, к сожалению, нас сейчас остановят, потому что будет социальное объявление, социальное и так далее. Но ничего, мы с вами вернемся к этому вопросу в следующую нашу встречу, немножко больше времени для этого отпустим, чтобы вы могли рассказать об этом, хорошо? Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. До следующей встречи.